Христос Воскресе! Дорогие телезрители! Сегодня, 15 мая, Православная Церковь совершает празднование Икони Божией Матери Путивльская. Из детального рассмотрения сведений, помещенных в различных литургических и исторических документах о Путивльской Иконе Божией Матери, следует, что, по крайней мере, два образа носили это наименование. Один из них хранился в Путивльском Молчинском монастыре, другой – в храме Воскресения Христова города Путивля. Фактором, объединяющим эти два образа, служит то, что явления икон произошли на городских воротах, но в разное время. В документах упоминаются различные даты явления образа – 1232, 1238, 1600 и 1635 годы. Сведения, помещенные на Акиоте, в котором хранилась икона Божией Матери из Молчинского монастыря, представлены в доношении игумена Мануила. Из них следует, что от создания мира в лето 7143 году от Рождества Христова в 1635 мая во второй день в первом часу дни «Бысть явления, Пресвятые Богородицы, Адигитрия, в ограде Путивля, я же внутрь града, у передних Никольских врат». О второй путивльской иконе свидетельствует историк начала XX века, отец Иаков Левицкий. Этому городу на пути и благоугодно было промыслу Божию накануне смутного времени 2 мая 1600 года явить чудесно икону Божией Матери-путеводительницы, находящейся в настоящее время в Воскресенской Церкви под видом большого и оригинального образа Божией Матери, на задней стене которого находится следующая надпись «Киноварию». Лето 7108 года, 2 мая, в первый час дни, явления Пресвятые Владычицы, Наши Богородицы и Преснодевы Марии, образ Чеснага и Святаго Ее Адигитрия в ограде Путивля, в первых городовых вратах. В церковных описях, существующих со времени основания храма, эта икона называется Явленной. Существует сведение, что чудотворный образ Пресвятой Богородицы долгое время находился на городских воротах и прославился многочисленными чудотворениями и знамениями. Благодаря заступничеству Богородицы через свою святую икону город Путивль от нахождения в давних годах на град Путивль татарских людей, а в прошлых годах от свеев шведов, неоднократно был избавляем. Во времена воинствующего атеизма первообраз чудотворной иконы, как и многие другие святыни русской православной церкви, был утрачен. Сохранились лишь иллюстрации в дореволюционных изданиях, где Божия Матерь изображена с предвечным младенцем, держащим в левой руке шар, как символ Вседержителя. У правой руки Богоматери изображена лестница, в свою очередь символизирующая соединение земного с небесным через Рождество Спасителя. Подобное изображение встречается и на Молчинской иконе Пресвятой Богородицы. Несмотря на утрату древнего образа, православный народ и в наше время почитает Путивльскую икону Пресвятой Богородицы. К современному списку с чудотворного образа Божией Матери, пребывающему ныне в Путивльском Преображенском соборе, не иссякает поток любящих благодарных сердец. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, чествуется перенесение мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Святителя Афанасия, патриарха цареградского Лубинского чудотворца, празднуется обретение мощей преподобного Афанасия Сяндымского, мучеников Испера, Зои и Чад их Кириака и Феодула, благоверного и равнопостального царя Бориса во святом крещении Михаила, принявшего крещение со своим народом в IX веке. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы и Его причистой Матерью, многое вам и благая лето. Воистину, воскресе Христос! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok